фестиваль по адаптивному скалолазанию что вот это за мероприятие такое вот нужно рассказать для тех кто не знает кто вообще решил его организовать зачем как бы вот во-первых всем добрый день меня зовут ольга анисимова я являюсь руководителем и собственником скалодрома твоя высота наш скалодром уже существует 9 лет и уже за эти 9 лет мы провели очень много различных соревнований фестивалей вот с особенными детками мы работаем уже наверное лет семь это сначала начиналось с индивидуальных тренировок с каких-то разовых вещей сейчас я уже наш скалодром сотрудничает уже с четырьмя организациями вот это здесь детки инвалиды по слуху есть какими-то особыми залив заболеваниями дцп и мы просто решили что почему бы нам не попробовать сейчас у нас прям есть группы то есть если раньше это были только индивидуальные занятия то сейчас есть и группы детки занимаются в группах и это на самом деле очень хорошо потому что дети между собой контактируют и они общаются с обычными детьми то есть тренировки проходят вообще в общем зале вот это вот как раз таки идет адаптация детей в принципе и в обществе в нашем то есть социализация деток и мы решили что почему если обычным детям интересно посоревноваться прийти посмотреть свои силы то и сделать вот для особенных детей вот такой вот мини-фестиваль скажем так и вот решили и сделали вот у нас это прям вот именно по скалолазанию первый такой фестиваль до не было не было но почему вот именно как я как бы сформулировать почему именно фестиваль фестиваль я объясню вот среди скалолазов вообще понятие фестиваль скалолазание очень распространено вот поэтому у вас вопрос задается что вы не сильны в скалолазание ну то есть это нормально так так же как в каждом виде спорта есть какие-то свои фишечки вот фестивали скалолазные они происходят по всей россии по всему миру то есть там такая атмосфера это не именно соревнования когда-то чемпионат россии или там сфо дается делаются трассы скалолазы приходят каждый сам проходит ему выдается карточка участника он сам там отмечает что он сделал и несколько дисциплин существует и вот он каждой дисциплине самостоятельно отмечает и вот в этом суть фестивале что мне столько судьи сколько просто вот приходит человек делает какие-то определенные моменты которые ему говорят отмечает в карточке и потом подводятся итоги вот это такая вот суть фестиваля можно вот пример вот этих дистанций так сказать для ребятишек мы сделали особые конечно же это не как для всех вот у них там будет несколько то есть будет на скорость потом еще будут особые пролазы и будет такие как веселые старты должны быть то есть ребята по двадцатому числу готовят еще отдельную такую локацию где например где то есть ребятишки послабее посильнее и вот чтобы все каждый мог наш найти свою локацию а кто-то все несколько локаций пройдет а сколько примерно участников будет и я так понимаю что они ребята этим занимаются они все оттуда идут да да то есть многие занимаются у нас есть еще вообще вот у нас есть центр адаптации детей инвалидов саде вот им уже 25 лет у них прям есть свой скалодром они у себя занимаются но также приходят и к нам допустим иногда просто вот позаниматься полазать вот есть у нас прям группы которые мы сформировали и детки вот уже год кто-то полтора кто-то два года именно в группах уже занимается вот ну и соответственно они и все это разные группы они друг друга не видели и здесь они могут собраться участников планируется порядка 25 конечно если судить на уровне обычных фестивалей когда у нас по 360 человек приходит на фестиваль но там течение трех дней здесь конечно это не такое большое количество участников но и занимающихся не так много вот а это как раз таки мы хотим популяризировать вид спорта вот это скалолазание потому что я на самом деле вижу какие успехи у детей и я всегда говорю посмотрите детки особенные занимаются какие у них успехи а мы говорим про обычных людей то есть обычных людей еще больше все получится но как бы так то есть на самом деле результаты потрясающие у детей то есть и они ходят и родители их видят здорово а вот скажите ну раз вот вы в этом уже так долго как вообще ребята они с воодушевлением к таким фестивалям относятся у них и есть вот этот уровень что вот прям хочется попробовать именно особенные детки вы имеете ввиду потому что да мы как-то пробовали делали мини соревнования там было просто на скорость вот они пробовали на стену то есть кто быстрее кто как но мы каждого наградили потому что понятно что здесь невозможно выявить победителя победители все каждый и мы видели конечно же это счастье на на лицах детей мы очень часто кстати проводим принципе какие-то мини праздники даже может быть не менее они то есть там порядка 50 60 таких особенных деток собираются вот конечно они уходят очень счастливыми кстати сейчас у нас будет еще мини концерт где будут значит танцы песни и спортивная ушу будет показывать свои показательные выступления ребяткам это всегда заходит тоже это интересно то есть для них это выход куда-то свет то есть такой праздник который сделан именно для особых детей детей скажите вот вы так эмоционально начали рассказать мне интересно стало вот опять же повторюсь вы уже так долго этим занимаетесь а какие эмоции у вас вызывает вот эта работа когда вот вы наблюдаете что приходит разные дети кому-то поначалу тяжело кто-то потом достигает каких-то успехов вот каково это когда вы видите что ребенок он может вот с такого маленького уровня подняться до такого и стать молодцом прям да я просто понимаю что все не зря и что этот скалодром был не зря открыт потому что конечно же спорт это коммерческое предприятие то есть это первый коммерческий скалодром наш скалодром городе и конечно же то есть там финансирование и прочее то есть мы сами на самофинансирование конечно все это сложно но когда видишь успехи когда видишь глаза родителей которые счастливы что их дети начинают вообще по-другому у них эмоциональный фон уравновешивается они физически становятся более крепкими конечно же понимаю что все не зря и я и мои сотрудники то есть мы все конечно получаем это не громкие слова это идеально огромное удовольствие и я всегда говорю придите и посмотрите когда тренировка идет вот таких вот особенных деток придите посмотрите на родителей на детей вы говорите у вас проблем много в жизни вы поймете что нет все на самом деле у всех прекрасно руки-ноги на месте это здорово то есть это еще и вдохновляет как бы когда ну ты понимаешь что такой маленький человечек да такое может а ты взрослый периодически да 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 у вас что-то жизнь не удалось до ребенок такой молодец а вот скажите бывали ли такие случаи может быть когда вот ребенок только пришел заниматься таким скалолазанием и поначалу вот ему настолько тяжело и у него опускаются руки он ну понимает что ему тяжело не хочет заниматься как подбайдриваете как вот вообще поддержать ребенка в такой ситуации как вот ему вселить вот эту веру в себя надежду что все получится но это у нас работают особые тренеры то есть я вот вообще в принципе для меня вот сотрудники это они мне это главнее чем клиенты посетители потому что если ребята приходят с удовольствием на работу значит клиент уйдет довольным соответственно у нас действительно особенно кто занимается тренер вот с особенными детьми это действительно особенные люди это потрясающие люди уравновешенные очень спокойные это наверное не знаю просто рождены для этого и соответственно они конечно же всегда найдут слово чтобы ребенок ходил продолжал вот и в принципе регулярно и даже увеличивается количество детей вот сейчас мы думаем что когда фестиваль пройдет мы поэтому приглашаем что везде дали еще объявления чтобы еще приходили ребятишки смотрели родители вот и чтобы это больше становилось то есть им всем будет лучше то есть когда они вместе тем более это из разных они же тоже из разных организаций приходят тоже опять же знакомства все это взаимодействие да да а вот интересно стало как родители ну вот понятно они тоже как бы они могут прийти в самом начале тоже с не таким прям ярым настроенных постепенно они тоже становятся какими-то воли опять же улыбающими конечно они же тоже наверняка наблюдают конечно конечно когда они видят что особенно говорю когда мы в принципе обычные родители с обычными детьми видим когда наш ребенок развивается там что то у него получается мы очень радуемся да как первому шагу также вот и дальше то есть первому слову вот здесь точно так же и конечно когда они видят успехи своих детей когда в принципе там я говорю ну то равновешивается опять психика физические качества улучшаются конечно они счастливы и это тоже очень приятно смотреть потому что это тоже святые люди в общем то то есть вот у них такой вот такой путь наверное жизненный вот и мы рады что мы являемся частью этого пути что помогаем им идти с высоко поднятой головой что ли ощущение что мы как бы помогаем делать других людей конечно да 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 это вдохновляет как скажите вот такой вопрос есть есть ли какие-то может быть ограничения для участников например ребенок занимается скалолазанием вот два месяца всего или полгода вот есть именно какой-то срок который от никаких сроков нет то есть даже если кто-то пришел неделю назад он может прийти в том и суть фестиваля собственно говоря но кстати когда мы делаем соревнования мы например тоже бывает прям даже вот для новичков делаем кто вот там два дня был на скалодроме потому что это тоже интересно тоже попробовать себя то есть во первых когда смотришь в принципе когда люди делают пролазы и думаешь я тоже хочу это попробовать вот они пробуют и тоже среди них тоже можно выявить победителя у кого лучше всего получилось не знаю для меня это бесстрашные дети потому что в прошлом году у нас был опыт когда мы ездили вот своей мини командой с от с участок соревнования отправили меня вот так лазить по деревьям кошмары не знаю это чудо дети в молодцы а вот а если допустим ограничения в плане ну вот опять же у каждого свои какие-то особенности может быть кому-то нельзя заниматься в плане может быть у него какая-то есть определенная проблема поэтому он не может участвовать есть такое или это в принципе нет если только какое-то не знаю там ограничение от врачей но наоборот к нам врачи отправляют ортопеды и другие то есть неврологи то есть к нам прям направляют с разными заболеваниями поэтому в принципе как бы ну это если наверное принципе у человека у ребенка есть какие-то ограничения ко всем видам спорта скорее всего так то есть этот вид спорта не какой-то особенный как например не знаю там бокс или там еще что-то какие-то такие вот где нужно там сердце сильное у нас по большому счету даже не требуется кардиограмма скажем так то есть это в принципе это спокойно то есть здесь не надо никто здесь каждый работает своим со своим весом поднимается делать какие-то упражнения кардионагрузки нет никакой поэтому в принципе я думаю что не думаю а любой может человек то есть у кого есть и тем более что у нас есть как сказать организации при министерстве спорта вот как раз департамент который занимается такими особенными детьми и там видов спорта большое количество и вот они в как раз таки мы с ними год уже сотрудничаем они на меня вышли вот мы и их тоже взяли на всех ребятишек и стали вот скалолазание им предлагать а вообще то есть детки занимаются то есть вот эти вот особенные детки они занимаются практически всеми видами спорта вот просто какой тренер понимает что за ребенка заболевать за за заболевание и работают уже с ним в рамках его показать знает куда когда а вот скажите будут ли какие-то награды подарки конечно у нас два потрясающих партнера это клиника пузыревского офтальмологическая они готовят свои подарки причем каждому ребенку будет подарен сертификат на бесплатное обследование на это очень такая вещь то есть и на самом деле ребята вообще молодцы они тоже очень много поддерживают разных вот таких вот благотворительных вещей то что это благотворительный фестиваль вот и еще у нас есть компания вела випа пошиву женской одежды они тоже дарят подарки так что каждый участник получит пакет с подарками и каждый участник получит грамоту и возможно даже медаль это однозначно это это просто да спасибо вам большое